Пацаны, хотел уже завершать карьеру мобильного фифера, даже уже перестал уже публиковать видосы в 23-м году, думал нахуя, но надо, но мне написал Димон Кай, Климов, Клим, и предложил принять участие в очередном, ежегодном кубке, турнире, мобильная звездная битва. И конечно же я согласился, по той простой причине, потому что Димон действительно вместе с Хастером, Серегой пригласили меня в том году и поверили в меня, дали мне возможность, и в целом многим дали возможность, то есть это очень крутой турнир, очень крутые организаторы, я думаю надо отплатить им той же монетой. Поэтому готовьтесь, готовьте свои глазники, будем делать шоу! Напоминаю, кто не смотрел Жеребьев, кто не смотрел группу, реакцию и так далее, мой звездный футболист это Дембеле 103 рейтинг карточки. Состав выглядит вот таким вот образом, Димасик там что-то собрал, подкорректировал, вот так вот это все сделал, так вот это все выглядит, все серебро, кроме Дембеле. Это мой звездный игрок, напоминаю, что за забитый голос звездного игрока, либо за его ассист, делаются мне апгрейды. Что такое апгрейд? Один апгрейд, это условно один серебряный игрок меняется на золотого, золотой на мастера, мастер на сотого и так далее, типа. По-моему нельзя использовать иконы карточек, поэтому вот так вот. Поэтому вот, посмотрим сколько у меня будет апгрейдов после сегодняшнего матча. Первый тур, так как это Дэйв Касила, играл Дмитрий Тонев, Демасик, игрок Дэйв Касила, капитан, легенда, как хотите его можете называть. Он играл первый тур, он играл матч открытия, потому что, кто не знает, но сегодня вы увидите самый первый матч и самый первый тур, потому что Дэйв Касила против Валеры это матч открытия звездной мобильной битвы 23 года. Ну и сразу также предупрежу, что запись у Демаса не сохранилась, не записалась, поэтому будем смотреть матч со стороны Валеры. Он записал, ему огромное спасибо за предоставленный материал, он предоставил, мы будем смотреть матч от его стороны, хотя по факту буду комментировать за себя, так что не удивляйтесь, если стрелочками там что-то по-другому, смотрите на именно формы. Вот так вот это все выглядит, Дмитрий Тонев против, что-то там, Йорен, Валерий, Порто, Сельта, вот так вот выглядит у нас соотношение просто сил, посмотрите, это просто пипец, но у нас лучше нападение, у него лучше полузащита и защита, то есть в целом довольно-таки неплохо, все выходит футболисты на поле, качество желает, конечно же, лучшего, вот так вот выглядит состав, я вам уже его показывал, 82 рейтинг и Дембеле на позиции правого флангового, и, конечно же, 87 рейтинг у, конечно же, Валеры, пипец, мне кажется, просто полное несоотношение, поехали, начинается матч, начинаем мы, летс гоу, он начинает Демасик, сразу же, первой же своей атакой, переводит мяч на фланг, пытается разыграть какой-то комбинейшн, но вроде как просто покажется держит мяч у себя, самое главное, я Демасу сказал, играй как лежит себе душа, как хочешь, играй, и в итоге Дембеле делает радугу, навесик, удар головой и 1-0, 1-0, сука, сюда, поехали! Дмитрий Тонев открывает счет, забитым голом, да и вказил на этом турнире, посмотрите на этот гол, посмотрите на него, да и вказила, поехали! Если там кто-то что-то будет пиздеть про навесы и так далее, просто идите нахер, пацаны, это игра, это FIFA Mobile, здесь можно играть как хочешь абсолютно! Валера сразу переходит в атаку, 12-ая минута матча, но Демасик перехватывает мяч, и больше, скажу, его сохраняет мяч в поле, то есть, самое главное здесь было не нервничать, напоминаю, Валера это тот тип, который обыграл всеми любимого марка FIFA, а не побоюсь этого слова, со счетом 7-1, полностью разгромив марка, и, конечно же, я думаю, вы помните, как меня разгромил марка, поэтому самое страшное было просто сгореть Валерия как-то разгромно и в сухую, но уже не получится в сухую, уже не получится разгромно, потому что 0-1 мы повели, и Демасик продолжает просто за дембелешечку делать, там всякие финтоплюшечки, крутяшечки, и также можно попробовать опять навесить, что в целом он и делает, но потерял мяч, и мимо ворот, Демас, как ты не забил в этом эпизоде! Момент просто стопроцентный, можно было делать счет 0-2, и опять, блять, почти ошибка на ошибке подловил. Видно, что Валера пиздец нервничает, прям реально это по нему видно, это прям чувствуется здесь вот, прям вот этот вот пот, запах вот этого вот всего, а Демас видно нас по кухе, играет просто, как я еще раз говорю, лежит у него душа, хочет навес, хочет с забросом, вообще похрен, радуги, самое главное, что это приносит результат, тем более, как нам говорили, что мы аутсайдеры, мы сгорим 0-3, конечно же, я в вас всех это верю. Дембеле крутит-вертит просто, пока что действительно вот эти 35 минут пролетели просто незаметно, Дембеле продолжает просто унижать и уничтожать, большой провал у нас справа, кстати, Валера пользуется провалами в обороне, Демасу я тоже про это говорил, то, что не допуская ошибок в обороне, не допуская вот эти провалы, надо, чтобы игроки всегда возвращались, опасный момент, но Демасик красавчик, просто отыгрался в обороне, тем не менее, уже заканчивается первый тайм, 43 минута встречи, Демас продолжает за Дембеле хреначить эти радуги, господи, и выходит, блин, смотрите, работает, Дембеле что творит, пока что MVP этого матча, Дембеле можно опять делать навес, но нихрена, нихера просто Демас не успевает, когда уже там будет конец первого тайма, успеет ли Валера создать атаку, да, все, конец первого тайма, хороший первый тайм вспомнить Демаса, больше он владеет мячом, больше создает, мог уже вести 0-2, и насрать, что как-то там говнястый, и вообще по-другому, это FIFA Mobile, здесь каждый гол имеет пользу, имеет какую-то свою говнястость, поехали, начинает уже Валерия. Демас перехватывает мяч и пытался создать свою атаку, 49 минута встречи, в любом случае я стараюсь комментировать все быстро-быстро-быстро, как вот видел этот матч Демас и Валера, потому что очень сложно как-то что-то поверх накладывать, тем более такими же эмоциями, которые чувствовали игроки в этот же момент. Здесь уже видно Демас подустал, видно Демас уже начинает терять мяч, творит херню, хотя мог там, например, катнуть на выход 1-1, в любом случае, вы видите ситуацию, вот этот заброс, главное сейчас вот не преодолеть. Валерий, респект, что он не играет с забросами, он играть пытается красиво, конечно же, красава, но кого это нахуй вообще ебет, ведь можно играть как хочешь, и никто тебе даже за это слово не скажет. В любом случае, опять Дембеле, нарушение правил, там было нарушение правил, пацаны, алло, конечно. Тем не менее, уже 64 минута встречи, Демас остался буквально 25 минут потерпеть, и победа, первые 3 очка будут в этом матче, да ну ладно, неужели Демас реально победит? Красивая комбинация от Валеры, Демас накрыл, Демас накрыл, хорошо, мало Орик Демасик. Все, поехали, контратака, ну видно, что во втором тайме Демас уже выбрал тактику контратакующую, в первом тайме он пытался что-то в атаку, во втором тайме контратаки, ну-ка, почему не катнул, катнул Демас, ну момент, навес опять, зачем навес, можно же было бы бежать и пробить, пипец, опять прощаем, просто Валеру, блин, ну слушайте, Демас играет лучше Валера, кто его там расхваливал, пиздец, уже могло быть счет 0-3, будь Демас немножко поспокойнее и поувереннее, было бы уже 0-3, где, блядь, Валера, ни одного момента он не создал, ни одного удара по воротам, уже скоро конец матча, 80-я минута, Демасу здесь главное не ошибиться, блядь, Демас ошибается, перехватывает мяч, 80-я минута, нет, пас, очень опасный момент, очень опасный, сейчас будет передача, да, нет, блядь, удар с левой ноги, пиздец, 1-1, и самое что обидное за звездного игрока, Валера забивает гол, сравнивает счет, ошибка Демаса, опять же напоминаю, что это не игра Валера, это ошибка Демаса, и 98-й, опять-таки, звездный игрок Валера сбивает гол, Валера получит 3 апгрейда за забитый гол своего звездного футболиста, эх, жаль, эх, жаль, Демасу буквально чуть-чуть не хватило до победы, а может быть еще успеет Демасик забить, в любом случае фланги, Демас всегда были сильные, классные, Демас играет по английской тактике, он, по-моему, даже фанат Ливерпуля, если мне не изменяет память, то есть он играет исключительно в английский футбол, фланг, навес, гол, то есть это самая такая простая, но в то же время красивая тактика из FIFA 14, минуту судья добавил, успеет ли Демас создать атаку, передача, нет, не успел, к сожалению, матч закончится счетом 1-1, боевая, не скажу так слово, Демас давил, Демас доминировал, Демас играл намного лучше Валеры, могу сказать, Демас выебал Валеру по игре, но у Валеры есть вот эта вот везучесть, я не знаю, посмотрите статистика, один удар поворотом, один гол, у Демаса было 3 подхода, в которых он мог делать просто 0-3 и закрывать все вопросы, в итоге 2 удара у Демаса, один створ, как раз который привел гол, в целом матч интересный, но мы сами все видели, я думаю, тут объяснять что-то не надо, в целом как-то так, Демас мне написал после матча уже, я его, конечно же, поддержал, он пишет, типа, бля, жаль, очень, не говорю, нет, Демас, ничего страшного, самое главное, что уже очко на этом турнире мы заработали, конечно, мы были очень сильно близки тому, чтобы набрать 3 очка, и уже практически гарантировать себе место в топ-3, потому что в любом случае с тремя очками уже выйти можно как минимум с третьего места, но ничего страшного, одно очко, будем бодаться, будем бороться, Демасу я еще раз предоставлю возможность сыграть, только я уже подумал против кого-то, Марка, FIFA или там Варост, в любом случае и те, и те для меня слишком принципиально, я бы сам с ними хотел бы сыграть, потому что и те, и те, либо слишком много выебываются, либо слишком много меня раз уже обыграли, надо прерывать эту черную грязную серию. Демасу респект, обязательно напишите ему в комментах, поддержите, Демасу он очень сильно переживал, реально он прям писал, говорит, типа, некий ссори там, типа, я хотел победить, Демас играл очень хорошо, я, честно сказать, даже от него такого не ожидал, потому что этого Валеру реально расхваливали, пиздец как типа, типа, он выиграет турик, минимум финал, в итоге, пацаны, смотрите, Демасик, обычный парень, обыгрывает просто, как вы там говорите, Валеру. В любом случае, матч хороший, матч крутой, мы получаем за этот матч один апгрейд, Дембеле сделал голевую передачу, Валеру получает три апгрейда, потому что он забил за своего звездного игрока. Ничего страшного, один апгрейд, мы заменим с вами какому-нибудь нападающего на золотого, я уже заприметил себе игрочка. Все, с вами был Демасик, с вами был Демасик, с вами была Дейв Косила, Дейв Косила уже не с нулем очков уйдет с этого турнира, даже если мы вылетим, уже не позорно, потому что очко с гегемоном, с фаворитом, это уже дорогого, я думаю, пацаны, стоит. Поэтому все, Дейв Косила начинает свой путь, очень интересно, очень круто, и до сих пор не проигрывает в турнирах всяких FIFA Mobile, уже сколько прошло времени. Все, всем пока народ.